Представлюсь. Меня зовут Александра Смирнова. Я являюсь бизнес-аналитиком в компании BI-Consult. Со мной сегодня моя коллега, бизнес-аналитик Наталья Пушкарева. Она будет модерировать вопросы, которые будут возникать у вас в ходе презентации. Соответственно, сразу отмечу такой организационный момент. В данном предложении, вебинар, очень удобно организовано, что чат и вопросы разделены на два блока. Соответственно, все вопросы желательно задавать именно в блоке «Вопросы». То есть рядом с чатиком наверху, у вас в самом, есть такой же значок, похожий на чатик, только со знаком «Вопросы». Там будет комфортнее и вам задавать вопросы, и нам на них отвечать, и не пропустить случайно где-нибудь в чате среди прочих отметок и всего прочего. На это прошу обратить особое внимание, потому что действительно, когда в чате сыпятся вопросы, на них тяжелее отвечать в формате онлайн. Итак, сейчас коротко расскажу вам о том, что это за компания такая, BI-консалт. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компанию систему бизнес-аналитики. Под внедрением мы понимаем полный цикл работ. Это написание технических заданий, проектирование будущей системы, построение озер данных, полноценное ВДВХ, если это необходимо в рамках проекта, а также техническую реализацию и обучение как конечных пользователей, так и команды разработчиков. У нас, кроме всего прочего, имеется собственный учебный центр, и на сегодняшний день мы обучили более 500 специалистов. Более подробную информацию о нашей компании, о платформах российских и учебных курсах можно узнать на нашем официальном сайте DataFinder. Ссылку на него моя коллега также направит вам сейчас в чате, чтобы было комфортнее перейти, не перепечатывать с экрана. Сегодня мы будем с вами ознакомиться с такой аналитической системой, представленной на российском рынке, как аналитик Workspace. С нами сегодня со стороны аналитики Workspace Эльдар Райманов. Это директор направления BI. И сейчас, в общем-то, я передам ему слово для того, чтобы он провел вам презентацию и коротко познакомил вас со своей компанией и системой. Добрый день, Эльдар. Да, Александр, добрый день, спасибо. Спасибо. Рады присутствовать на вашем обзоре, рассказать про нашу платформу и, собственно, посмотреть, как вы на нашей платформе кейсы реализуете и даете обратную связь по ней. Я сейчас запущу демонстрацию экрана, кратко расскажу про… Так, надеюсь, сейчас будет видно. Видно ли? Подскажите, пожалуйста. Да, видно. Отлично. И видно презентацию, да? Да. Хорошо. Мы представляем наш инструмент, биоплатформа «Аналитик Workspace». Это многопользовательский инструмент интерактивного анализа, визуализации данных. Много красивых слов, но каждый из них имеет под собой смысл, который воплощен в функционале системы. Инструмент разрабатывается порядка двух лет. В конце марта, начале апреля 2020 года мы стартовали разработку этого инструмента, собрали очень мощную команду, которая имеет богатый опыт на внедрение BI, различного зарубежного, отечественного создания, развития BI. Ну и, соответственно, собрав команду, мы начали разработку, ориентируясь на вызовы рынка, которые по нашему опыту все чаще перед рынком стоят. «Аналитик Workspace» разрабатывается компанией ОСТ. Компания занимается не только BI, компания занимается различной коммерческой разработкой, государственной разработкой для государственного сектора. Мы создаем систему контрольно-надзорной деятельности, где тоже важна аналитика. Но вот несколько лет назад мы выделили отдельное направление по BI, которое, собственно, я и возглавляю. Теперь перейдем непосредственно к нашему продукту, к той философии, которую мы закладываем в наш продукт. Когда мы его создавали, мы четко для себя определяли, что нужно понимать задачи, которые мы решаем. Это не должен быть еще один BI, который станет комбайном, который максимально постарается закрыть все области визуализации, ETL и хранилище. Мы стали анализировать на каждом этапе реалий по внедрению BI-проектов, какие существуют сложности, которые нам, как бизнесу, пользователю, как пользователю конечной платформы, заказчику, клиенту доставляют неудобства. Соответственно, разделив на три этапа, что мы видим? И многие из вас, наверное, знакомы с этим, либо со стороны партнеров, интеграторов, либо со стороны клиентов, заказчиков. На этапе пресела, как правило, клиенту довольно сложно сформировать полное понимание, что нужно извлекать из накопленных данных. Часто звучит тезис о том, что есть аналитика, аналитика поможет, аналитика покажет важные знания, позволит их извлечь и принять проваленческие решения. Соответственно, когда на старте нет четких требований, это дальше влечет за собой гибкий подход к реализации этой задачи. Соответственно, нет как четкого требования, как я сказал, к результатам анализа, так и четкого требования, какими инструментами лучше всего этот результат получать. Это табличное представление, это визуальное представление. Исходя из этого, на этапе внедрения, для того, чтобы эти задачи решить, как правило, очень много времени и усилий уходит на то, чтобы грамотно спроектировать хранилище, которое будет, во-первых, отказоустойчивым, во-вторых, довольно гибким к изменениям. И для его реализации, разумеется, нужны грамотные BI-разработчики с опытом внедрения конкретных платформ, потому что под каждую платформу нужны собственные скиллы. С этим сложно на рынке, действительно. И часто, по нашему опыту, к сожалению, на текущий момент, может, к радости, не знаю, для клиентов внедрение BI на сегодня в России — это регламент на отчетность, сданная в срок. Гораздо круче можно использовать BI, но часто кейс сводится к тому, что необходимо просто сверстать отчеты и в срок их публиковать. Ну и, как правило, из всего этого на этапе эксплуатации, как следствие, мы видим, что в итоге отсутствие гибкости, маневренности при проведении анализа, то, что во главе угла ставится при вообще в вопросе BI, оно в итоге теряется, и кастомизацию, которую просит клиент для тех или иных целей, она в итоге сказывается на том, что скорость будущих обновлений, она тоже завязана, что необходимо каждый раз адаптировать к клиентам. Соответственно, есть вот эти сложности, на которые мы стали смотреть, понимать, что косты наших внедрений довольно дорогие по сторонним, в том числе, системам. И мы сфокусировали философию нашего решения на трех основных тезисах. Первое. Аналитикам мы считаем, что это джайл. Как я говорил, нет на входе четких требований. Эти четкие требования меняются, и это неплохо, они уточняются. То есть это идет постоянный поиск смысла, поиск знаний, истины. И этот процесс, он бесконечный. Нельзя сказать, что вот мы создали все, дашборд, и на этом конец. Значит, аналитика умирает. Аналитика — это постоянный поиск ответов на свои вопросы, на гипотезы. И как следствие из этого мы считаем, что разведка данных, поиск ответов на гипотезы гораздо важнее Pixel Perfect представления. Гораздо важнее дать пользователю, клиенту возможность получить ответы на свои гипотезы максимально быстро, пренебрегая при этом настройкой максимально похожего дашборда. Потому что время, которое тратится на эту красивую настройку вплоть до пикселя, можно потратить на то, чтобы вместо одной гипотезы проанализировать пять гипотез. И, соответственно, для бизнеса, для государственных принятий решений выгоду получить точно больше. Ну и третья история, которую мы затрагивали в вариалиях, какой ответ на нее мы давали, — это строить наше решение через технологическую открытость и расширяемость. Мы используем самые современные технологии, и здесь нам легче, потому что у многих платформ присутствует тот или иной legacy кусок кода, который приходится сопровождать, с оглядкой на него приходится делать те или иные улучшения. В этом плане мы, конечно, чувствуем себя более комфортно и конкурентоспособнее, потому что мы взяли на тот момент два года назад современные решения. Понятно, что они тоже устаревают в моменте, но у нас есть здесь залог хороший. Соответственно, у построенного open-source компонента, вкратце я расскажу тоже про нашу архитектуру, и есть возможность через API наша владеть расширяемость. Это очень важно для интеграторов, для технических клиентов, которых есть мощный IT-департамент, и когда они хотят пастомизировать решение под себя. Если говорить уже более подробно о самой системе. Три момента основных моделей, виджеты и дашборды. Модели — это, по сути, денормализованные витрины, представления, мы подключаемся к источникам. У нас есть наборы из различных источников, которые могут подключаться. Это как и файлы, так и системы управления базами данных. Можем забирать оттуда данные, строить витрины. Это не ассоциации, это прямо витрины, которые физически существуют. На базе них мы можем уже производить анализ, строить виджеты различных представлений, будь это табличное представление, графическое представление, и дальше производить сплазной анализ, соединяя эти виджеты в дашборды, максимально стараясь ответить на вопрос, гипотезу клиента, пользователя, дав ему ответ через связь многих виджетов. Можно по-разному между собой строить, связывать. Так, на этом, наверное, все. Дальше по функциональной возможности. Если говорить, то мы делим функциональные возможности на две основные роли. Это дата инженеры и бизнес-пользователи. Когда мы говорим о дата инженерах, то это функционал по подключению к источникам. Как я говорил, это могут быть с УБД, так и файловые источники. И можно расширять за счет API типы этих источников. Когда будем говорить о архитектуре, тоже расскажу. Можно строить модели. Это, по сути, самый ключевой момент, ядро. Когда мы подключаемся к источнику, мы начинаем строить витрину, на базе которой будет производиться анализ. И вот здесь дата инженеры могут задавать правила трансформации данных, извлечения, при необходимости писать SQL-операции, создавать правила по расписанию загрузки данных, правила инкрементальной загрузки, использовать расширенную аналитику через подключение Юпитер Хаба. И на этом, по сути, его работа заканчивается. Он подготовил модели, и дальше с этими моделями может начинать пользоваться уже конечный бизнес-пользователь. Для бизнес-пользователя мы постарались максимально сократить входной порог. Ему не нужно знать программирование. Все, что ему нужно знать, это первое, его данные. То есть если он бизнес-аналитик данных, он должен знать предмет на область. И второе, он должен знать простейшие, возможно, если ему нужно расчетную формулу какие-то писать в SQL. Но даже без этого он может уже через… Мы сегодня будем показывать, как это работает. Может через интерфейс системы получать ответы на свои вопросы, гипотезы на основе тех моделей, которые для него подготовлены. Соответственно, он может формировать, как мы и тезисы фиксировали, произвольные аналитические срезы. Может настраивать эти виджеты как простейшими аналитическими операциями, создавая группировки, агрегации, сортировки, форматирование. Так, используя инструменты продвинутой аналитики, расширенную фильтрацию, создание сводных таблиц, для того, чтобы аналитика была более глубокой. Можно делиться результатами своего анализа, можно экспортировать их в файлы, для того, чтобы файлохранилищик власть или передавать куда-то под отчетность. И, как я говорил, можно виджеты, атомарные элементы анализа, соединять уже в дашборды, чтобы производить спазную аналитику. Разумеется, все это покрыто слоем администрирования, общие настройки, атрибутивная модель доступа. Когда будем показывать, тоже, когда Александр будет ей свой проходить, тоже на это внимание обратит. Если мы говорим про архитектуру приложения, как я говорил, у нас красно выделены эти источники. Есть сегодня уже набор источников, и он продолжает расширяться. Есть API, по которому наши партнеры могут вписать коннектор к новым источникам, в частности по GreenPlan. Один из наших партнеров написал свой коннектор. После review мы его включили в нашу сборку, она расширилась. Соответственно, любой партнер технологический под свою задачу, если имеет необходимость коннектора к какой-то специфической СУБД. Основные мы, конечно, представили, но при необходимости подключиться к специфической СУБД может по API написать коннектор, может использоваться для себя, может с нами связаться, мы можем включить в общую сборку для всех. Data Source Connection. Для ETL у нас используются три инструмента, Apache Airflow, Apache Spark и Apache Drill. Каждый выполняет свои задачи. К примеру, Apache Drill отвечает за превью данных, Apache Airflow, оркестрацию потоков, но Apache Spark, по сути, это основной инструмент, который формирует файлы, так называемый формат спаркет-файлы, и кладет их уже в хранилище данных. В хранилище у нас реализовано аналитическое СУБД на клик-хаусе. Для мета-структуры используется Postgres. Есть, понятно, вспомогательные сервисы, такие как Rebit для очередей формирования. Есть возможность строить на клиенте сводные таблицы. Тоже есть пивот. Есть, понятно, у нас инструменты логирования. Мы эластик используем, статистику собираем. Ну и, как я говорил, про динт-аналитику и PeterHub тоже подключаем. Резюмирую, про аналитик Workspace, заканчивая слот времени, который выделен под меня, что важно отметить. Аналитик Workspace — это BI-платформа выполненного жизненного цикла. Нет необходимости отдельно разворачивать инструменты для ETL, отдельно разворачивать инструменты для хранилища данных, для визуализации данных. Здесь под ключ есть решение, которое поставляется в дистрибутив. И в докер-образе разворачивается, содержит под собой все необходимое для того, чтобы конечный пользователь мог уже результаты анализа, работу над аналитикой производить и результаты анализа получать. Второй акцент — это высокопроизводительный функциональный табличный компонент. Функциональный табличный компонент. Мы очень гордимся нашей разработкой. Наш табличный компонент на десятках, сотнях, миллионах записей уверенно себя чувствует, позволяет очень шустро производить аналитику. Сортировать, фильтровать, группировать данные, смотреть агрегации. И это, конечно, сегодня все более актуально, потому что данных, как обычно, становится все больше. Надо эти данные иметь возможность анализировать. Микросервисная архитектура, о которой я говорил, из open source компонентов, как наш ответ на задачи по пастомизации. Это возможность технологической расширяемости, снижение вендерлока. Ну и доступный порог навыков для аналитиков и бизнес-пользователей. Когда сейчас будем проходить обзор по системе, будет видно, что через UI конечный пользователь может довольно быстро подключиться к источнику и получить результаты на ответы на свои гипотезы. Вот, у меня вкратце все. Готов. Наверное, ответ от Александра меня, если что, поправит на вопросы, если они есть сейчас. Но любые вопросы могут задаваться в чате, и в конце, конечно же, будут вопросы. Возвращаю слово Александре. Александра, спасибо. Да, спасибо большое, Эльдар. Там вроде появился какой-то вопрос, да, Наталья? Да, там уже два вопроса. Первый – это есть ли возможность проводить ETL без кода? Да, есть возможность проводить ETL без кода. И второй. Мы сейчас будем показывать, я думаю, там многие ответы на вопросы будут сняты. Тогда, да, давайте, наверное, перейдем уже к нашему кейсу. Я думаю, что, да, многие вопросы закроются уже по ходу демонстрации работы в системе. Поэтому. Спасибо, Александр. Тогда вам слово передаю. Спасибо. И, если что, дополнительно будет консультироваться ответить на вопросы. Смотрим. Отлично. Спасибо. Так. Запущу демонстрацию. У нас был кейс. В общем-то, я уже увидела, что у нас в чате сегодня присутствуют люди, которые были уже на предыдущих наших, да, вебинарах, поэтому они с ним знакомы. Для тех, кто сегодня подключился впервые, расскажу. Изначально в кейсе дано было три файла, трех разных форматов. Первый файл формата Excel, причем старого формата Excel, именно XLS. Файл формата MDB, да, это из Аксесс-базы, и файл формата XML. Прежде чем начать работу с системой, мы определились тем, с какими файлами, в принципе, работает система. И мы знаем, что с файлами формата старого, XLS, система не работает. Поэтому первое, что мы сделали, это преобразовали файл XLS, более современную, да, версию XLSX. Далее файл формата MDB, да, Аксесс-файл, также в текущей версии не поддерживается, но в новом релизе уже, собственно, коннектор находится в разработке, поэтому он уже будет. И файл формата XML поддерживается, полностью, ну, и легко загружается. Здесь важно еще отметить такой интересный момент, особенность такой работы, да, системы с датами. Я сейчас скину вам в чат формат, к которому нужно приводить дату, прежде чем загружать файл. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с тем, чтобы, ну, работать с годами, с месяцами, да и, в принципе, с датой самой как таковой. Вот, я скинула в чат, поэтому пользуйтесь, это, ну, такой распространенный запрос, да, у пользователей системы, поэтому, я думаю, что он вам пригодится, сохраняйте. Вот, соответственно, мы все привели в нужный нам формат. Теперь переходим непосредственно к работе в системе. Система максимально селф-сервисная. Наверное, из всех систем, да, которые исследовались в BI-круге Громова, кто знаком с этим документом и с этим исследованием, это реально самая селф-сервисная система. Сегодня вы в этом убедитесь. То есть мы открываем интерфейс, он уже максимально приятен глазу и видим, что здесь довольно мало плашечек и, что самое главное, они логически расположены прямо в порядке тех действий пользователя, которые ему будет необходимо реализовать для того, чтобы от момента добавления источника данных до момента создания итогового дашборда, собственно, пройти. Первая плашка у нас будет источники данных, мы будем подключаться, загружать данные, далее мы будем выстраивать связи между источниками этих данных, создавая модели. Затем мы создадим виджеты, которые в дальнейшем соберем на информационных панелях, так называемых дашбордах. Простая кнопка «Добавить». Мы выбираем тип данных, которые мы будем загружать. В частности, XLSX, мы помним, да, у нас два файла будут. Вводим имя, ну, допустим, введем его, чтобы не путаться, точно такой же, как у названия самого файла. Вот у нас, например, есть источник, который содержит данные о сотрудниках и об офисах. Соответственно, идем в загрузки, в файл для загрузок, выбираем наш файл и сохраняем. Точно так же выбираем... Ой, да, то, что я поторопилась, да. Точно так же выбираем следующий файл, даем имя. Мы помним, что мы MDB формата файл привели тоже к XLSX, соответственно, подключили, сохранили и добавляем последний наш файлик. Он у нас формат XML. Также дали ему имя соответствующего файла. Загрузили. Все. Ну, то есть, три клика и все файлы у нас подгружены. Переходим к созданию модели. Соответственно, для того, чтобы начать работу с моделью, мы точно так же простым нажатием кнопки «Добавить» создали нашу новую логическую модель. И здесь мы указываем, с какими источниками будем работать. Вот они наши три файла. Мы можем их три одновременно выбрать, просто отметив их галочками. Добавляем. Вот они, три у нас есть. Здесь еще важно очень отметить, что файлы у нас экселевские были многостраничными, и в отличие от некоторых систем, здесь не было необходимости создавать какие-то отдельные несколько файлов, копий, чтобы первой страничкой стояла именно та страница, содержащая таблицу с данными, которые нам требуются. Здесь система видит все страницы одновременно. То есть дополнительно никаких файлов нам создавать не нужно. Все. Источники мы подгрузили. Задаем какое-нибудь имя нашей модели. Тоже тут просто мы выделили, переименовали. Назовем ее как-нибудь RS, как Roadshow. Сегодня же у нас с вами Roadshow. Дальше нам необходимо настроить связи между нашими данными, то бишь построить ту самую нашу модель. Здесь важно отметить тоже, что очень удобный интерфейс в части визуального представления этих связей. Ну, начнем строить, вы сейчас увидите. Возьмем для центра, от которого будем отстраивать, условно говоря, все наши связи, таблицу Orders. Потому что она у нас содержит максимальное количество данных, а все остальные источники данных у нас скорее как справочники выступают. Вот даже мы подтягиваем, сразу видим содержимое этой таблицы и видим, что у нас здесь много очень ID-шников. Order ID, Customer ID, Employee ID и так далее. Соответственно, по этим ключам мы и будем производить связку между источниками. Мы, предположим, подтянем с вами Order Details, где содержится детализация по нашим заказам. Подтянули, жмем просто три точки и простым добавлением добавить Join, кто не знаком с терминологией SQL, это добавить именно связь между двумя таблицами, причем можно задать, чтобы она была пересекаемая, чтобы она пересекалась слева, справа, или полностью содержала всю информацию по обеим таблицам, и где она будет не пересекаться, просто будут пустые, условно говоря, поля. В нашем случае нам нужен Left Join. Здесь тоже нужно отметить, что это просто. Мы нажимаем кнопки, мы не пишем никакой SQL-запрос. Просто нажали кнопочку, сказали, что мы таблицу дата, страничку Order, по Order ID связываем с таблицей Order Details по точно такому же ключу Order ID. Здесь важно отметить, что сейчас мы работаем с таблицами, и эту связь нам пришлось настроить вручную. Но если бы мы работали с базами данных, там реализован такой функционал, что если ключи называются одним образом, то связь происходит автоматически. Это, я думаю, тоже такой важный функционал, который, возможно, мог бы вызвать вопросы у наших слушателей, но здесь мы его как бы предвосхищаем и сразу вам о нем говорим. Вот. Соответственно, ну, точно так же дальше мы можем продолжать связи, да, например, вот у нас мы добавили про Order Details, у нас появился новый стулбик, там, Product ID. Соответственно, мы можем связать с таблицей Product. Тоже простым дракон-дромом. Перетянули. Задали Join. Left Join. Ищем, где у нас тут Product ID. Выбираем наши продукты. Точно так же Product ID. Все. Ну и, соответственно, можем строить, строить, строить по всем нашим этим ключикам. Сейчас не будем, я думаю, тратить на это с вами время. Я покажу еще дальше здесь сейчас функционал настройки модели, а потом мы с вами просто перейдем к модели, в которой уже настроены все связи. Видим, значит, наше визуальное представление модели, табличное представление модели. Кроме всего прочего, модель можно вывести вот так вот списком. Здесь в списке, какой функционал она становится доступен. Во-первых, мы видим типы наших данных, да, что тоже, ну, довольно важно при настройке модели данных, чтобы все типы данных у нас были в необходимом нам формате, чтобы в дальнейшем можно было с ними комфортно и, что самое главное, корректно работать. Кроме всего прочего, здесь мы можем настраивать алиасы, да, в том виде, в каком нам будет удобнее с ними работать. Ну, тоже мы либо выделяем, либо вот как я двойным кликом зашла, здесь тоже выделяем и вбиваем необходимое нам имя. Ну, давайте. Допустим, здесь тоже это сделаем. Ну, что, это легко, просто, в принципе, ну, никаких особых знаний тоже не требует, да, и написания какого-то особого кода. Столбец скрыт, а для чего он нужен? Мы понимаем, что когда мы подключаемся к источникам данных, у нас может быть информация для нашей модели, так сказать, избыточная, да, нам не нужно столько полей, особенно вот сколько у нас таблиц, да, тут там, по-моему, порядка 60 полей в нашем кейсе получается. Конечно, мы не будем с ними со всеми работать. И, соответственно, мы можем отметить те поля, которые нам необходимо скрыть при работе. Ну, вряд ли же мы будем работать с ID-шниками, как минимум с двумя повторяющимися. Соответственно, как минимум один, а в нашем случае, скорее всего, два, потому что если мы строить будем дашборды, мы вряд ли будем прибегать к ID, мы, скорее всего, будем прибегать к наименованиям каких-либо полей. Дальше важный столбик – это отметка того, является ли данное поле справочником. Эта отметка, если мы помечаем, да, поле этой галочкой, позволяет нам в дальнейшем использовать это поле в качестве фильтра в наших дашбордах. Да, это тоже такой важный функционал. Является ссылкой. Здесь это очень интересно и часто бывает полезный функционал, когда мы отмечаем поле, и это поле в дальнейшем в дашборде будет у нас выглядеть как гиперссылка. Вот. Так. Ну, здесь вроде более или менее я все, что хотела сейчас рассказала. Мы с вами можем перейти к настроенной модели. Вот так вот она выглядит в итоге, да, когда мы свяжем все наши источники по ключам. И сейчас откроется. И, соответственно, расставим отметки скрыто. И что является справочником. Сейчас мы с вами откинем те, что не скрыты. Видим, сколько у нас осталось полей. Буквально тут несколько штук, да, и понимаем, что с ними мы будем работать. И пользователю, который будет строить дашборды, конечно же, будет комфортнее работать с ограниченным числом полей, чем с большой такой портянкой. Здесь сразу отметили справочниками, что у нас будет являться. Обратим внимание, да, что чаще всего справочники – это поля с форматами string, ну, либо data, потому что по дате, конечно же, мы фильтруем очень часто. И здесь сразу, возможно, кто-то уже особо внимательно обратил на это внимание, кто не обратил внимания, обращаю его я, потому что этот функционал лично я очень люблю, очень мне он понравился. Мне показалось, что это великое проявление заботы о пользователе, потому что, когда мы работаем с датой, понятное дело, что мы никогда не делаем сравнение прям буквально по дате, в которой содержится число, месяц, год. Мы обязательно разделяем ее на число, месяц, год в каких-то своих, да, особых случаях, там, на квартал или даже неделю. Соответственно, здесь этот функционал построения вот этой иерархии даты, он автоматизирован. И более того, он светится вот такой вот лампочкой, подсказкой, которая говорит о том, что, собственно, в данном поле содержится какой-то, какие-то данные, которые можно сформировать в виде иерархии. Мы дважды на нее щелкаем и видим кнопку «Создать иерархию». Жмем, и, соответственно, у нас появляются варианты того, какую иерархию мы можем создать. Мы обязательно задаем имя этой иерархии, да, в нашем случае назовем это календарем. И здесь тоже важно отметить, что наименование мы обязательно заполняем латинскими буквами. Вот я, например, поставлю «Пробер», и он нам напоминалку выдает, что допустимы только латинские буквы и без пробелов. Соответственно, пробел наш был лишний, да, мы его удаляем. А «Алиас», соответственно, мы можем задавать в том формате, который нам удобен. Ну, все-таки мы российская компания, да, и будем работать с российскими заказчиками, поэтому, наверное, нам комфортнее, если запись будет на русском языке. Соответственно, пишем «Календарь». Дальше выбираем уровни иерархии. Здесь кому как удобно, да, месяц вплоть до того, что можно выбрать, чтобы он был как число, раз, два, три, можно как строка, январь, февраль, март, да, то же самое с днями недели. Вот, но в нашем случае нам потребуется год, месяц в виде строки, чтобы мы прям видели, что это январь, февраль, март, и день. Жмем кнопку «Создать». И, соответственно, высвечивается, то есть здесь у нас как из источников данных, какие поля подтянулись, да, иерархия, она у нас попадает в вычисляемые поля. Все, вот мы их видим, будем с ними в дальнейшем работать. Теперь они присутствуют в нашей модели, в принципе, мы можем в этом убедиться, да, что вот у нас появились новые столбики. Все, мы видим год, день, месяц. Дальше. Дальше, естественно, нам очень часто приходится работать с какими-то вычисляемыми, да, полями, записывать какие-то расчетные формулы, то есть когда у нас, например, тянется информация о доходах в отдельное поле, о расходах в отдельное поле, а раз уж мы работаем с кейсом касательным розничной торговли, да, соответственно, очень важным ключевым показателем у нас является прибыль. Соответственно, покажу вам функционал заведения вычисляемых полей. И отмечу, что вычисляемые поля у нас создается именно на этапе построения модели. Об этом тоже важно помнить, да, но в любом случае, если вы забыли какое-то вычисляемое поле и уже начали работать с дашбордом, про него вспомнили, вы, конечно же, всегда можете вернуться просто на этот этап, да, никуда далеко ходить не нужно, и создать это вычисляемое поле. Его можно создать по кнопке вычисляемое, добавить вычисляемое поле либо здесь, либо здесь, да. Нажали плюсик, задаем имя, то же самое. Помним о том, что мы здесь его задаем обязательно латинскими буквами без пробелов, допустим, назовем его profit, и добавляем ему alias, ну, допустим, на русском языке. Дальше, чтобы работать с формулами, тоже здесь важно помнить синтаксис. Синтаксис состоит в том, что мы сначала выбираем источник, из которого нам нужно выбрать поле. В частности, например, мы знаем, что наши доходы у нас лежат в таблице order details. Мы начинаем вбивать, и система сама нам подсказывает, какие есть у нас поля, да, которые начинаются со слова or. И вот мы видим order details, unit price. Соответственно, затраты мы знаем, что у нас лежат в таблице products. Мы начинаем вбивать первые буквы, и система нам подсказывает, какие, собственно, нам могли бы пригодиться поля, которые начинаются у нас с этих букв. Так, выбираем products unicost. Так, что-то большой какой-то пробел получился. Соответственно, дальше чаще всего в других системах, по крайней мере, с которыми я сталкивалась, записывается на языке SQL, ну, в частности, здесь тоже формула будет писаться на языке SQL. Например, нам нужно округлить эти данные, да. Мы понимаем, что нам нужно округление, округляемое с помощью функции round. Обращаем внимание, что она сразу подсвечивается, да, что система тоже распознает ее как функцию, и говорим, что мы хотим, чтобы это округление происходило до двух знаков после запятой. Но там, конечно, это, да, все пригодится, в принципе, да, и сейчас я покажу, как это будет выглядеть у нас в модели. Но, тем не менее, вендор позаботился уже о своем пользователе и просит его отметить, какого типа будут эти данные. И здесь уже можно произвести всю эту настройку с двумя знаками после запятой, со знаком разделителя, да, ну, допустим, поставим там точку, со знаком разделения тысяч, как будет выравниваться этот текст. И тут же уже сразу можно настроить, является ли справочником и ссылкой, ну, чтобы не возвращаться опять в наш списочный формат модели, да, и не отмечать вот этот справочник, ссылка или скрыта. Добавляем. Так, сейчас добавляется, сейчас пока перейду в формат, где мы видим это в формате таблички, и видим, что у нас появилось новое поле, прибыль в том формате, в котором мы попросили, да, до двух знаков после запятой. Но теоретически мы могли это и не писать, мне это скорее хотелось вам продемонстрировать в части того, как выглядит написание формул, и заострить внимание на том, что, в принципе, формульный язык здесь диалект SQL. Если мы уберем, в принципе, у нас все равно все сработает. Единственное, что здесь в модели, может быть, это будет выглядеть не так симпатично, да, но то, что мы задали настройки про два знака после запятой и точку, в дашборде, на дашборде уже будет именно в том формате, в котором нам хотелось бы. Так, ну, дальше тоже, чтобы сейчас здесь не тратить время на создание остальных вычисляемых полей, да, на задание алиосов, всем нашим полям, которые мы себе оставили как нескрытые. Мы просто с вами перейдем, ну, я думаю, в принципе, функционал понятен, понятно, что это все просто, просто, ну, как бы, чтобы лишнее время, ну, сказать, не отнимать у эфира. Мы с вами перейдем в подготовленную заранее модель, то есть вот мы видим, что она выглядит точно так же, мы видим, что здесь у нас практически все те же самые поля, просто мы им задали русскоязычные подписи, добавили еще парочку вычисляемых полей, да, сумму скидки и среднюю цену, и, в принципе, больше никаких изменений в сравнении с предыдущей, да, с предыдущей моделью, с которой мы только что с вами работали, здесь не было. Теперь важный этап, о котором стоит не забывать ни в коем случае, да, нам нужно эти данные загрузить в хранилище, потому что мы же не обращаемся в нашей системе каждый раз к источнику данных, мы загружаем в систему, и, соответственно, тем самым, как сказать-то, в общем, господи, слово забыла, быстродействие нашей системы обеспечивается вот тем, что у нас данные будут уже в хранилище самой системы. Значит, загружаем. Пока загружаем, еще раз, да, напомню о том, конечно, Ильдар уже об этом сказал, ну, мало ли, кто-то прослушал или не понял, да, о том, что дальше обычно, обычно при работе с биосистемами мы переходим сразу же к построению самого дашборда. Здесь разделены у нас на два этапа работа с дашбордом и с виджетами. Мы сначала строим виджет, такой атомарный элемент, который мы в дальнейшем можем переиспользовать на разных дашбордах без необходимости повторной настройки. Так, посмотрим. Нет, пока еще загружается наша модель в систему. Как я это вижу? Да, обычно здесь у нас сейчас появится с вами такая подсказочка о том, что модель загружена в систему. Но бывает, естественно, там отвернешься, не увидела, она скрылась. Тогда можно просто перейти вот в список наших моделей, посмотреть на дату успешной синхронизации и отследить, чтобы она просто совпадалась с сегодняшним календарным днем и текущим временем, условно говоря. Собственно, дальше, да, мы сейчас будем с вами работать с виджетами. Буквально сейчас минута. Может быть, там какие-то вопросы появились, я не знаю, уже по ходу. Да, там много вопросов появилось. Может, на некоторые ответы дали письменно. Да, действительно, мы много вопросов наблюдаем. Вот уведомление Александра вышло, я только взял микрофон. Ну, в таком случае продолжим. Это была краткая лирическая минутка попытки перехода к вопросам. Да, уведомление у нас вылезло. Соответственно, дата у нас изменилась, время у нас на текущее изменилось. То есть все, мы довольны, счастливы переходим к следующему этапу – виджеты. Точно так же, как на предыдущих двух этапах. Далеко ходить не надо, мы просто жмем очевидную кнопку «Добавить». Здесь мы говорим, с какой моделью данных мы будем работать. Это наша RS-Final. И здесь тоже довольно удобные такие подсказочки, условные обозначения того, как мы будем работать с данными. Вот такие палочки говорят нам о том, какие данные у нас будут выводиться по столбцам. Допустим, первое, с чем хочется, наверное, работать при построении дашборда для руководителя сети розничных магазинов – это выручка. Соответственно, по столбцам у нас будет выручка. И понятное дело, что вряд ли она просто будет висеть у нас в воздухе, она будет у нас агрегироваться по какому-то показателю. Ну, предположим, сейчас для примера мы агрегируем ее по году. И чтобы ее агрегировать, вот здесь вот, да, то есть мы видим, что какие-то у нас пустоты, непонятно, что это такое, потому что система не понимает, а как я хочу, чтобы эти данные были сагрегированы, суммированы, средние значения выведены, или, может, какая-то формула должна быть особая при подсчете вот этих промежуточных результатов и итогового значения. Соответственно, напротив выручки здесь есть такая кнопочка «Две точки», которая переводит нас в настройки, и мы переходим на вкладку «Агрегация» и задаем, что у нас итоговое значение, это просто должна быть сумма, да, и промежуточное значение, к примеру, должна быть сумма. Ну, мы видим, что мы можем здесь в принципе не выводить, например, итоговое значение, можем вывести количество, количество уникальных, самые такие распространенные, да, формы агрегации, минимум, максимум, средние, либо вбить какую-то форму. До формулы я еще доберусь и покажу вам ее функционал. Пока просто покажу, как выглядят сагрегированные данные и что с ними можно сделать, да, то есть вот мы их сагрегировали, ну, вряд ли нам хочется на дашборд выводить просто таблицу, да, для этого нам можно было бы тогда и в Excel работать. Мы переходим с вами на вкладку «Вид», и здесь у нас представлены варианты визуализации наших данных. Да, это самый классический таблиц, он по умолчанию всегда стоит, но самый распространенный, наверное, из чего чаще всего начинают построение дашборда, такая просто кнопка, на которой содержится одно буквально значение общей суммы выручки. К примеру, ну, вот зашел, да, руководитель, он хочет просто видеть, сколько он получил выручки. Для этого есть кнопка «Тренд». Соответственно, вот она у нас строится. Так, давайте нашему виджету, кстати, сразу зададим имя, чтобы у нас он не висел, как какой-то новый виджет. Мы понимаем, что мы сейчас работаем с вами с суммами продаж, так назовем это, сумму продаж. Видим, что у нас на виджете появилось две цифры. Одна большая, другая маленькая, одна большая по размеру, другая маленькая по размеру, ну и в обратную сумму. Одна маленькая по сумме, другая большая по сумме. Соответственно, их логика вывода. Первая сумма у нас соответствует, вот если мы вернемся в табличный вид с вами, первой строчке агрегации по промежуточному значению. Вторая сумма соответствует общей сумме агрегации по итоговому значению. Но нам-то нужно только итоговое значение. Соответственно, агрегация по промежуточному значению для нас здесь избыточна. Мы вернемся с вами в данные, вернемся к выручке, вернемся к настройкам и уберем агрегацию по промежуточному значению, что просто нам не мешало. Вернемся к визуализации в формате карточки. И, в принципе, да, мы видим, что у нас осталась только сумма продаж итоговая, но, правда, она какая-то маленькая. Конечно же, нам так не очень удобно смотреть. Видите, вот здесь вот тоже это такой лайфхак, назовем его так. Важно его понимать, что нам нужно сделать. Раз у нас большая цифра, это вывод промежуточного значения, значит, нам нужно добавить какое-то такое измерение, по которому сумма выручки у нас сегрегируется, идентичная сумме итогового значения. Мы с вами вернемся в модель данных, с которой мы работаем. И создадим с вами здесь такое искусственное вычисляемое поле. Назовем его тренд. Сейчас хочу просто скопировать, чтобы не опечататься где-нибудь. Назовем его тренд и зададим ему... Ну, это я люблю так заполнять пустые значения, да, я заполняю их обычным прочерком. Здесь вы, конечно, можете поставить плюсики, нолики, пробельчики, что угодно. Мне просто важно, чтобы я видела, что это, ну, такие пропуски данных, условно говоря, да. Вот. Выбираем строковое значение, добавляем. И сейчас увидим ее, соответственно, в нашей табличной части. Да, вот появился у нас столбик, вот он у нас прочерками заполнен. Все хорошо, все здорово, хочется сразу вернуться в виджет, но не забываем, опять-таки, об этапе загрузки данных в хранилище. Без этого мы не сможем продолжить работу с данным полем, потому что этих данных просто-напросто не будет в этот момент в хранилище. Жмем загрузку данных, а пока я вам расскажу о том функционале в блоке модели данных, который в рамках данного нашего кейса мы просто не задействовали. Наверняка вы уже там, кто очень наблюдательный, обратили внимание. Возможно, там даже уже посыпались вопросы на эту тему, просто я их не отслеживаю. Здесь помимо схемы, да, вот этого вот визуального представления нашей модели, есть закладочка «Инкрементальная загрузка». Здесь мы можем, соответственно, настроить правила нашей инкрементальной загрузки по каждому фрагменту, да, вот здесь вот прям перейти в настройки, задать что, как, когда, почему. В общем, здесь весь этот функционал доступен. И тоже максимально уже видим, но я быстренько закончу все-таки, что загрузилась у нас модель данных. В общем, здесь тоже максимально все селф-сервисно, да, и что сейчас модно называть юзер-френдли, вот. Поэтому просто понимаем, что такой функционал есть. Кроме всего прочего, здесь сбоку есть такое колесико настройки. Здесь у нас настраиваются пользователи, правила доступа, да, и здесь важно отметить, что правила доступа, они атрибутивные, не ролевые, как обычно это происходит, да. Ролевое распределение у аналитики Workspace идет уже на уровне лицензирования. А здесь уже идет атрибутивное разделение прав доступа. Ну, это когда, например, у нас несколько филиалов, да, и руководитель каждого филиала может видеть данные на дашборде только по своему филиалу. Но здесь можно еще и сложные правила задать, потому что мы понимаем, что очень часто, когда особенно территория какой-нибудь розничной сети разрастается, филиалы начинают по регионам делиться немножко иначе. И, например, какой-нибудь филиал содержал раньше в себе какой-нибудь регион, а потом его отсоединили и передали в другой филиал. Но, тем не менее, для того, чтобы у нас были сопоставимые данные, мы могли, да, предшествующие периоды с текущими сравнивать, нам доступ к этим данным нужен. Несмотря на то, что это данные другого филиала, мы можем настроить так, чтобы именно по этому региону, который раньше принадлежал нам, у нас был доступ. То есть вот такая вот гибкость настройки всех вот этих правил доступа, она тоже в системе присутствует. И тоже ее хотелось отметить. Планировщик, опять-таки, здесь есть, да. Как мы будем, когда настраивать обновление данных? Можно здесь по календарику настроить, можно просто вписать крон-строку, собственно. И вот здесь еще осталась кнопочка. Не буду, ладно, по ней переходить. Но здесь можно перейти просто в Airflow и посмотреть, как выглядит, собственно, DAC в Airflow. Все, возвращаемся. Минутка лирики закончена. Возвращаемся к нашему виджету. Наверное, я не обратила на это внимание, это уже ваше. Мы его создали, а для того, чтобы продолжить с ним работу, мы его отмечаем и жмем на редактирование. Соответственно, что мы здесь видим? Что у нас появилось наше только что вновь добавленное поле тренд, по которому мы хотим агрегировать с вами, да. Соответственно, мы с вами год уберем. Погоду больше не будем. Агрегировать будем, агрегировать с вами по тренду. Нажала? Нажала. И говорим о том, что мы агрегируем. Мы же тренд создали для чего? Для того, чтобы у нас выводились промежуточные именно значения. Уберем итоговые, добавим промежуточные. Все, вуаля. Наша большая цифра. Именно суммы. Ровно такая же, как только что была маленькая зелененькая. Но единственное, что, допустим, нам не очень комфортно на карточке видеть вот эти знаки после запятой. Что мы тогда можем сделать? Мы с вами идем в выручку. И вот как раз мы пришли к функционалу формулы. Когда мы работаем с формулой, у нас становится доступен новый функционал. Здесь настроек. Сейчас я покажу. Но с учетом того, что нам здесь нужно суммирование, поэтому это простая формула суммы. Тоже, опять-таки, как вы уже заметили, наверное, система подсказала нам. Мы начали вбивать имя функции. Она нам подсказала, какую функцию, возможно, мы имели в виду. Мы выбрали с вами сумму. И по какому полю? Ну, мне лично проще вот здесь вот сверху у нас подсвечивается имя поля, чем нам начинать вбивать буквы, пользоваться подсказками. Я просто копирую и вставляю. Переходим в настройки. И видим тот же самый формат, как мы с вами виделись с вычисляемыми полями. Что мы задали тип, задали знак после запятой. Ой, господи, число знаков ноль. Разделитель знака. Там точку оставим. Тысячи пробельчик. Сохраняем. Система говорит, что настройки сохранены. Закрываем, закрываем. И видим, что действительно все. Карточка идеальна. Это такая, как мы и хотели. Ну, может быть, показалось, что я как-то долго это рассказывала, но я просто постаралась здесь вам побольше функционала вот этого показать. Естественно, сейчас дальше работа у нас пойдет быстрее. Следующий, естественно, виджет, который нам потребуется создать, когда мы работаем с розничной торговлей. Понятное дело, что после суммы продаж нам важна сумма прибыли, которую получила компания за какой-то анализируемый период. Чтобы сейчас заново не создавать, ну, как бы, не добавлять, да, не настраивать тут поля, не подключаться к тренду и так далее, раз мы хотим тоже карточку, мы можем простым нажатием кнопки клонировать, клонировать наш виджет. Вот у нас появился клон. Мы переименуем это, допустим. Вот, да. Это как раз поэтому я и копирую название. Так, сейчас, сейчас ругается. Что, что я натворила? Так, прошу прощения за заминку. Редактировать. Давайте, буду все-таки копировать, не буду тут вольностями заниматься. Библи. Соответственно, что мы здесь меняем? Наш показатель с выручки на наш расчетный показатель прибыли. Не забываем, опять-таки, задавать агрегацию. Мы помним, что карточку мы строим по промежуточному значению, по сумме. Построили. Видим сумму прибыли. Но здесь хочется сразу рассказать, зачем же нам вообще бывает на карточке необходимость выводить два показателя, и зачем вообще бывает необходимость агрегировать по разным формулам. Что-то у нас будет агрегироваться по сумме, промежуточный итог. Что-то у нас будет агрегироваться по итоговое значение, еще по какому-то принципу, среднее или еще что-то. Сейчас покажу вам. Давайте предположим, что мы хотим вывести на карточке, помимо суммы нашей прибыли, еще и рентабельность. Для того, чтобы нам ее вывести, мы с вами ее добавим маленькой, рядышком, соответственно, через итоговое значение и через формулу. Вот сейчас не буду там тоже опять-таки пытаться тут писать с нуля, чтобы нигде не промахнуться. У меня тут что-нибудь не посыпалось от волнения. Я просто вам скопирую и прокомментирую, что мы суммируем наш расчетный показатель прибыли. Вот, мы, условно говоря, отсюда скопировали, Calc Profit, да, наша прибыль. И разделили ее на сумму Unit Price, это то, что мы называли суммой выручки. И умножили на 100%, все-таки это процент. Вот, соответственно, можем тоже зайти в настройки, сказать, что это дробное число, что у нас, ну, допустим, процент, пусть с двумя знаками, после запятой будет. Поставим в качестве разделителя точечку, тысячи нам, конечно, вряд ли пригодятся, но на всякий случай поставим здесь пробел. Настройки сохранены. Все, закроем, посмотрим. Все, идеально. Это то, что мы хотели. Переименуем только сразу наш виджет, чтобы он такой полноценный был, что это прибыль. И, да, я опять балуюсь, извините. Прибыль и рентабельность. Соответственно, два виджета у нас готовы. Ну, вот сейчас, я думаю, в принципе, пока я тут буду достраивать еще там парочку карточек, просто нам для красоты можем перейти к вопросам. Да, я пока тоже тут водички попью. Да, Александр, спасибо. Вопросы в чате, на самом деле, они идут. Есть большинство отвеченных, есть вопросы без ответов. Прежде хотелось бы сказать первое, что у нас есть официальный сайт платформы в интернете. Там максимально есть вся информация и по ценовой политике, в том числе, она у нас открытая, и вопросы-ответы, и возможность запросить там реальный демо-доступ, для того, чтобы систему пощупать. Он так называется, Аналитик Вокспейс, можно в поисковике просто вбивать, либо аналитиквокспейс.ру на сайт перейти. Вот, это общий комментарий. Александра, вы что-то говорите? Я направила в общий чат ссылку на ваш сайт. Спасибо. Можете прямо туда. Да, вижу, спасибо. Да, сайт добавлен. Есть вопросы, можем сверху пойти. Александр, сориентируйте. Вы планируете сейчас дальше продолжать, или сейчас блок вопросов будем отвечать, дальше вернемся к вашему показу. Да, 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 я пока тут параллельно настрою буквально еще три карточки. Вы пока поотвечаете на вопросы, как раз, чтобы нам, ну, зрители не смотрели на все то же самое, что мы только что делали. И я как раз хотела выделить, да, время для того, чтобы вы поотвечали. Ну, там штучки, четыре вопросика хотя бы. Хорошо. Спасибо. Ну, собственно, пойдем сверху. Всего 24 вопроса, 18 уже отвечено. Листаю сейчас до момента не отвеченных, чтобы начать их комментировать. Так, 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 так. Не будет ли запутывать пользователи разные варианты агрегирования в промежуточной и итоговой варианте для табличного варианта? Здесь речь идет о том, что это как раз-таки гибкая реализация для того, что агрегация может быть как на итоговые значения, и очень важно на промежуточных узлах иметь возможность либо агрегировать, либо не показывать их. И поэтому мы даем возможность агрегации как итоговой, так и промежуточной. Нам пока никто не обращался с запутыванием, обращались на старт, когда не было варианта промежуточной агрегации, с тем, чтобы мы ее сделали. Да, и там, конечно же, подсказки тоже выходят. Это и Александр, когда сегодня показывал, во многих местах всплывашки выходят, которые подсказывают, в том числе и про промежуточную и итоговую агрегацию выходят подсказки его значения. Дальше. Очень странно иметь лайфхаки от разработчика. Не проще было разработчику добавить контекстное меню с двумя птичками и смене основной вспомогательной меры. Тут, к сожалению, имени не указано в фамилии. Я бы чуть подробнее то, что вы имеете. Понятно, что речь идет про формулу, про тот момент, где можно было вносить само значение формулы. Интеллисенсом подсвечиваются варианты. Есть внизу уже поля, которые можно без формулы просто отмечать. Разрядность, округление. Но здесь не до конца, наверное, понимаю вопрос, можно ли его, ну, либо микрофон, если Александра, я думаю, может давать, да, участникам возможность комментировать голосом, либо дописать, о чем здесь именно шла речь. Ниже. Давайте перейдем в Airflow. Ну, здесь по показу переходили, открывали Airflow. Думаю, в конце, если будет необходимо, Александр сможет еще подемонстрации экрана Airflow открыть. Airflow — это, по сути, как я говорил, аргестрация. Там формируются даги, и, соответственно, это прям нативный Airflow, как он есть. Можно туда переходить, смотреть список этих дагов, состояние этих дагов, и если даги в каком-то моменте, этапе отвалились, ну, смотреть на каком этапе. Тул-типы есть настраиваемые или нет? Ну, настраиваемых пока нет, в целом тул-типы есть подсказки всплывающие. Как система отреагирует, если сумма в делителе будет равна нулю при наложении фильтров? Лучше всего такие формулы сразу описывать в сценарии кейса и говорить, что если кейс у нас деление на ноль, то нужно выщипывать другую формулу. Если же таких не было, то выйдет сообщение об ошибке. Надеюсь, комментарий моих коллеги был слышен. Если нет, можем повторить, можете написать под вопросом или в чат. Региональные настройки надо в каждом виджете настраивать или можно использовать шаблоны? Можно использовать, если мы говорим речь про настройки прав доступа, можно задавать это на все объекты, можно для конкретного виджета, но тут максимальная гибкость. Если необходимо сделать это при конкретном виджете либо дашборде, можно для объекта делать. Можно строить для всего это. По стечению срока лицензии останется ли доступ без обновлений техподдержки? У нас на сайте тоже выложена информация по лицензионной политике. Есть разные варианты. Мы можем устанавливать, как и выше был вопрос, либо он-клауд, либо он-премис версии. Соответственно, если это история про он-премис со своей ценовой политикой, то по стечению срока система продолжает работать. Там есть корпоративная система продолжает работать, не получается обновление, не получается техподдержка. Если мы говорим о тарифе бизнес, который подразумевает он-клауд размещение, то в нем речь идет о подписочной модели на период. Если период заканчивается, понятно, что она в разы дешевле. Если период заканчивается, то доступ к системе, в том числе, прекращается полностью. Спасибо большое, Эльдар. Да, я думаю, по лицензированию мы еще в самом конце встречи немножко подробнее поговорим. Сейчас, конечно, больше хотелось по вопросам текущим, которые мы уже продемонстрировали. Но ничего страшного, это хорошо, что мы хотя бы ответили на все, что... Спасибо, Александр, возвращаю вам слово. Спасибо большое. Так, ну что ж, мы с вами познакомились с таким виджетом. Как тренд. Теперь я покажу вам еще несколько типов визуализации и параллельно расскажу про дополнительный функционал настроек, в частности, про условное форматирование и про особенности работы с сортировкой дат. Начнем с вами с такого виджета. Так, где тут наша модель? Допустим, мы хотим посмотреть что-нибудь по странам и городам. К примеру, хотим посмотреть, как у нас рентабельность распределяется по городам и странам. Ну, возьмем свою рентабельность. Мы с вами из прибыли высчитывали ее и возьмем. Не будем возвращаться к тому, чтобы ее вносить в модель данных. В принципе, через агрегацию мы и здесь можем поработать с ней. И выберем с вами, что мы будем группировать все это дело по городам и странам. Ну, конечно, логичнее нам, наверное, по странам, а потом городам. Здесь вот тоже как раз покажу, что вот я вывела два уровня группировки. Да, я могу их легко перетащить между собой и поменять. Вот. Задали агрегацию. Вобьем тут формулки. Формулки в биле. Формулки в биле. И теоретически, конечно, мы географические какие-то данные чаще всего вводим с вами на карте. И причем у аналитики Workspace из коробки есть визуализация на карте. Но дело в том, что карта, так как вендор российский, да, и предполагается, что заказчиками все-таки будут российские у нас пользователи, естественно, из коробки идет у нас карта России. Вот. А кейс у нас такой довольно старый, искусственно созданный. И он создан на зарубежных странах, поэтому, соответственно, на карте России мы его продемонстрировать не можем. Но теоретически, например, мы можем вывести вот такую древовидную карту. Да, по которой, в принципе, можно будет наводить и видеть, где у нас какая страна. А чтобы у нас все ячейки не были одного цвета, как раз мы с вами посмотрим, как выглядит функционал работы с условным форматированием. Мы находимся с вами на виджете, да, вот во вкладке вид. Выбираем две точки. У нас везде на двух точках, в принципе, находятся настройки. Если где-то вы вдруг обнаружили две точки, значит, 100% там есть какие-то настройки. Жмем на них. Выбираем с вами вкладку форматирование. И добавляем, ну, выберем несколько форматиков. Допустим, если у нас больше либо равно 22%, у нас там будет какой-нибудь темно-зеленый цвет. Если у нас в интервале от 22, ну, здесь вот такой, да, может быть, собирательный, собирательные условия, не просто однозначно, а какой-то интервал, например, мы можем с вами задать. Соответственно, ой, здесь скажем, что это какой-нибудь такой цветоморской волны. Сейчас я быстренько наклепаю остальные. Ну, так просто, чтобы какое-то разнообразие задать, ячеечек у нас там много, хочется какого-то цветового разнообразия. Понятное дело, что там больше смысла какого-то можно закладывать в это действие. Но здесь мы просто для наглядности, для демонстрации функционала с вами просто какие-то такие из головы, условно говоря, возьмем интервалы. Для разукрашивания, допустим, это будет какой-нибудь розовенький, такой бледно-розовенький, и совсем какой-нибудь печальный красный у нас будет, если это все дело, меньше 15%. Все, таким образом, ну, как бы в несколько кликов, опять-таки, да, мы повыбирали, что, как, каким образом будет выводиться. Все, у нас получилось вот такого вот формата. Древовидная карта. Да, соответственно, мы видим, что у нас два уровня, значит, у нас автоматически выстроен drill-down, да, тоже каких-то дополнительных настроек этого функционала здесь не требуется. Если заданы несколько уровней, значит, можно проваливаться в эти данные ровно на столько же уровней. Так, назовем этот наш виджет «Рентабельность по странам и городам». И перейдем к созданию нового виджета. Где я покажу, например, функционал сортировки. Да, мы с вами еще его не задействовали ни разу. Допустим, мы с вами будем смотреть по проценту скидки. Так, по проценту скидки будем смотреть по, допустим, категориям и товарам. Ой, не галочки, конечно же, мы говорим, что это у нас по строчкам должно выводиться. Но, опять-таки, категория более высокий уровень, да, иерархии, поэтому мы категорию перетащим выше. Опять-таки, не забываем, что нам нужно сегрегировать данные. Это у нас процент скидки, никаких сумм, конечно, мы делать не будем, а то у нас сейчас поскладываются все наши проценты в какие-то очень большие и неанализируемые суммы. Вот таким вот образом мы с вами собрали табличный вид и выберем, например, вид представления «Радар». Ну вот, симпатичный он, да. В таком формате, может быть, он не самый симпатичный. Мы с вами его перенастроим. Мы с вами перейдем в сортировку. Скажем, что мы хотим сортировать, например, по возрастанию. Вот он как-то, да, посимпатичнее у нас стал. Ну и, допустим, как-то у нас там все виджеты были больше с розовеньким, зелененьким, а здесь голубой. Допустим, мы с вами изменим цвет, да, самой диаграммы и сделаем ее, к примеру, розовенькой. Такой вот. Вот, все, она стала розовенькая. Сортировку мы настроили. Все прекрасно, все красиво. И сейчас как раз я вам покажу функционал работы с сортировкой дат и, в частности, функционал скрытой сортировки. Это у нас будет на… ой, так бывает. Можно было забыть переименовать в виджет. Сейчас мы переименуем с вами виджет. Это у нас были скидки по категориям о сезонности. А, о сезонности. Я хотела там сезонность. Сейчас вернемся. Я хотела здесь не товары. Я хотела вам показать, как это выглядит по сезонам. Поменяем. Так, добавляем новый виджет, где у нас будет работа с датами. Мы возьмем… Так, ну, естественно, мы возьмем с вами нашу модель, с которой мы работаем. И, допустим, будем смотреть одновременно данные и по прибыли, да, агрегируя все по сумме, и по нашей выручке по продажам, да. Точно так же агрегируя все по сумме. Ну, и опять-таки, все-таки выручка у нас, ну, как-то более первостепенный, скажем так, показатель. На прибыли тоже следующим этапом мы обычно смотрим, поэтому поменяем их опять-таки простым перетаскиванием, да, просто поменяем их местами. Агрегировать мы их будем по году. Ой, опять не там. По строчкам, естественно, у нас должен выводиться год. Хотя мы можем… Зачем нам по году? Мы можем на несколько уровней, тогда возьмем, допустим, календарь с вами, да. И у нас сразу календарь только мы возьмем, вот так, по строчкам. И иерархия сразу выстроится. Единственное, надо проверить, чтобы она была… Правильный порядок был, да, чтобы не было, вот как у меня сейчас получилось, год, день, месяц. Тоже здесь перетягиваем год, месяц, день. Все. Иерархия у нас выстроена. Теперь перейдем с вами в вид и выберем, например, столбиковую диаграмму. И вот таким вот образом у нас будет выглядеть наша столбиковая диаграмма. Цвета опять-таки очень похожи друг на друга. Мы их сейчас с вами быстренько поменяем. Сделаем, да, сделаем одну, одну сделаем, допустим, розовенькой. А, нет, не то настраиваю, извините, диаграммы, конечно же. Одну сделаем, допустим, какой-нибудь такой вот розовенькой. А хотя выручка, выручка, пусть она будет зелененькая. А вторую как раз-таки форматирование, добавить, диаграмма, да, мамочка моя, диаграмма. Ее сделаем розовенькой. И вот о какой особенности хотела я вам сказать. Например, мы тоже понимаем, что у нас здесь иерархия есть, да, по датам, значит, можно делать дрилл. Провалились и видим, что месяца у нас отсортированы по алфавиту. То есть у нас не январь, февраль, март, а август, апрель, декабрь и так далее. Соответственно, чтобы настроить правильный порядок вывода, я, допустим, сначала попробовала применить скрытую сортировку по номеру месяца. Но тогда у меня сбивается порядок нумерации дней. В этом случае ко мне на помощь пришли, собственно, сотрудники аналитик Workspace. Кроме всего прочего, вот я тоже, кстати, хотела на этом заострить внимание. Я не знаю, возможно, я, конечно, прослушала, и коллеги об этом говорили, но у аналитики Workspace есть свой чат в Телеграм-канале. Я сейчас сразу онлайн это... Ой, вопросы бросаю вам, я хотела в чат. В чат брошу. Группу аналитики Workspace, в которой можно задавать вопросы, вот нам подобного рода, да, подобного рода вопросы. И коллеги очень быстро и оперативно помогают с тем, как их решить. В частности, моя ситуация, что мы делаем. Мы с вами возвращаемся в модель данных и снова создадим такое искусственное вычисляемое поле для сортировки дат. Сейчас я его вобью и сразу прокомментирую формулу, да, чтобы было понятно, что она в себе несет, какую смысловую нагрузку. Тоже, опять-таки, перепечатывать я... Печатать не буду, я просто скопирую. И, соответственно, мы здесь сначала из строки вытаскиваем под строки substring, да, кто знаком, опять-таки, с языком запроса SQL, понимает, да, что substring у нас вытаскивает под строку, и мы задаем, с какого знака и по какой, условно говоря, да. И таким образом мы из даты заказа повытаскивали с вами год. Это у нас вытаскивается год, это у нас вытаскивается месяц, это вытаскивается день. А потом их с помощью функции concate, да, сконкатинировали, так сказать, объединили, сцепили, если говорить на языке Excel. Сейчас, опять-таки, эту формулу тоже вам скину, потому что она наверняка кому-нибудь допригодится. Все, добавили с вами, выбрали, ну что это, допустим, целое число. И все, нажмем кнопку «Добавить». Сортировка дат происходит у нас. А, ну, естественно, не забываем загрузить данные в хранилище. Все, сейчас жму это. Так, про чат. Про чат я вам сказала. Да, это хорошо. Надеюсь, пока еще никто не устал. Буквально у нас остается, сейчас мы донастроим с вами вот этот виджет. И самый последний. Я просто покажу, как можно сделать, скажем так, визуализацию таблицы чуть более живенькой, да. Как туда добавить гистограмму с каким-нибудь градиентом, да. Часто используемый функционал в таблицах для маркировки. Это там светофор, тот же, да, или стрелочки, вот эти красненькие, зелененькие, вверх-вниз. Я просто покажу, где они находятся, чтобы вам там не теряться и не растеряться при первом использовании и знакомстве с системой. Вот. Ну, просто хочется сегодня на встрече продемонстрировать как можно больше функционала, чтобы у вас сложилось общее понимание, насколько система комфортна для использования и, в принципе, насколько интуитивно понятный интерфейс у нее. Интересно, никто не видел, не высвечивалось, пока я здесь вещала, что у нас загрузились данные. Ну, сейчас мы проверим. Чего же я спрашивала у вас? Нет, пока еще не загрузились. Сейчас буквально еще там полсекунды, ой, полминуточки, я думаю. Они загрузятся, и мы с вами продолжим. Как раз я покажу, вот они загрузились, покажу функционал настройки скрытой сортировки. Снова я, пока вам тут вещала, забыла назвать нашу диаграмму. Сейчас мы ее назовем «Динамика продаж и прибыли». Видим, что появилась наша сортировка дат. И вот здесь вот, если тоже, может быть, кто-то уже обратил внимание, что я когда наводила курсор, да, мы видели с вами, что мы выводим по столбцам, что мы выводим по строкам, какой-то неизвестный всем значок и настройка. Так вот, что такое какой-то всем неизвестный нам значок, да? Это как раз-таки скрытые настройки. Мы ее зажимаем. Мы видим, что поле у нас галочкой не отметилось, но настройки стали нам доступны. Соответственно, мы заходим с вами в сортировку и сортируем нас раз-два-три, соответственно, по возрастанию, да, нам нужно сортировать. Кроме всего прочего, здесь можно настроить фильтрацию. Допустим, мы с вами хотим, чтобы у нас выводились данные только там с 2007 по 2009 год, да? Мы с вами задаем расширенную фильтрацию и говорим, что нам нужна сортировка по полю год. В том случае, если это поле больше либо равно 2007, ой, 2007 я хотела сказать, и в то же время это поле у нас меньше или равно 2009. Настройку произвели, поле у нас все еще, как мы видим, да, галочка не отметилась, но вот здесь, что оно у нас задействовано, мы все еще видим. Соответственно, проверяем дрилл и видим, что у нас теперь январь, февраль, март, апрель, все прекрасно провалились. Январь и видим, что здесь тоже цифры идут по нарастанию, 4 и так далее, и так далее. Вот, все, значит, с этим функционалом мы тоже с вами познакомились. Здесь буквально последний виджет и переходим к настройке самого дашборда. Добавить модель, все та же самая у нас модель с вами. Пусть это будет табличное представление, допустим, там по количеству и сумме скидок, да. Возьмем с вами поле количества. Опять-таки, да, вот я сейчас глазами не могу найти, у нас всегда работает поиск, по которому мы можем, в принципе, вбить и найти необходимое нам поле. Вот, мы его нашли, все, убрали. Больше нам это не нужно. Не забыли опять-таки сагрегировать, да. Взяли сумму скидок, точно так же, да, сагрегировали опять-таки по сумме. Ну и, предположим, мы хотим это видеть тоже там по годам. Вот у нас получилось такое табличное представление, но вот оно серенькое такое, да, какое-то ненаглядное, ничего в нем непонятно, ничего не видно. Что мы можем с этим сделать? Мы с вами идем, допустим, в количество, переходим с вами в форматирование и добавляем форматирование. Сейчас, не обмануть только никого. Гистограмму мы хотим засунуть. Гистограммы, допустим, хотим гистограмму градиент. Вот. И такую всю какую-нибудь, тоже вот как мы там с вами настраивали, древовидную, да, нашу карту. Также здесь хотим, чтобы она примерно в тех же у нас цветовых, цветовых, в том же цветовом представлении была. Вот. Набрали с вами здесь всяких красивых цветов. И посмотрим, как это выглядит. Вот таким вот образом будет отражаться у нас гистограмма прямо внутри таблицы. Да, и, допустим, для скидок просто покажу, где находятся вот эти наши плашечки. Вот они наши, например, значки светофора. Выбрали значки светофора, допустим, по возрастанию, да, от красного к зеленому. Вот они у нас тут появились. Все. Таким образом у нас получился последний наш виджет, с которым мы сейчас будем уже тоже переходить в работу с дашбордом. Аналогично, как и на всех предыдущих, да, этапах. Переходим в четвертый пункт. Видим, да, что мы действительно нашли первый, второй, третий, прям логично. Переходим в четвертый пункт, кнопка «Добавить». Тоже там задаем какое-нибудь имя, о чем я забываю успешно. Но благо потом вижу это в списке, да, что какая-то неопознанная новая модель или там панель. И, соответственно, мы можем всегда вернуться и быстренько это переименовать. Здесь мы видим, какие виджеты мы можем вывести, да, на наш дашборд. Вот. Ильдар уже об этом говорил, да, но здесь вот как бы это наглядно видно, что мы можем использовать не только виджеты, построенные на модели, которые мы только что, да, с вами использовали, но и виджеты, которые строятся на других моделях данных. Соответственно, мы можем их вывести здесь все вместе, настроить между ними связи и так далее и тому подобное. Вот. Что здесь еще есть? Мы видим, что у нас есть вкладка, ровно как на Excel, есть плюсик, по которому мы можем создать еще одну вкладку. Опять-таки наши любимые две точки, по которым явно что-то можно сделать. А у нас есть функционал либо клонировать, да, если мы уже тут настроили виджеты, более-менее он похож на то, что нам хотелось, но чуть-чуть что-нибудь хотим донастроить. Мы можем его просто клонировать, ну, либо, как в данном случае, он нам не потребуется, мы строить будем с вами одностраничный дашборд, мы его удалим. Спасибо системе, она у нас спрашивает, потому что все равно бывает, что где-нибудь случайно я, например, когда суючусь, тороплюсь, я часто бывает, что куда-нибудь нажму, не туда. И все удаляю. Тут система меня заранее еще раз спрашивает. Я точно уверена, что хочу это удалить. Вот. Соответственно, здесь тоже важно отметить, что работая с данными... Нет, господи, с виджетами. С виджетами, построенными на одной модели, между ними автоматически происходит настройка связи. То есть не нужно как-то дополнительно простраивать связи. Допустим, сейчас мы с вами выберем тут сумму продаж нашу, да, там. И что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь такое для демонстрации древовидную, например, нашу. Где она, где она, где она? Рентабельность даже, по-моему, у нас была древовидная. Да. Вот. И, допустим, мы с вами выбрали одну только страну Польша, у нас перестроился виджет. Просто автоматически вернулись обратно, виджет обратно все пересчитал. Соответственно, таким вот образом, тоже простым дракон-дробом, мы перетягиваем с вами все необходимые нам виджеты. Зачем-то я два раза вытенула, но не суть важная. Я сейчас не буду, конечно же, тратить время на то, чтобы тут всю эту красоту при вас расставлять. Здесь мне как раз хотелось сказать о том, что связь настраивается автоматически, но, например, как в случае с нашим кейсом, например, самое первое задание... А, я, наверное, забыла продемонстрировать вам задание. Ну, ладно, сейчас уже не буду на это тратить время. Но, в общем, первым заданием было то, что руководитель всегда хочет видеть результаты деятельности своей компании как за заданный период, так и нарастающим итогом с начала года. Чтобы реализовать такой функционал в данной системе, мы можем с вами вот здесь вот в системных виджетах фильтр. Да, вот это тоже надо, наверное, отметить, да, что виджет-фильтр, он настраивается у нас с вами не на этапе виджета, а уже на этапе построения дашборда, потому что зачем нам его заранее где-то там настраивать, если вот как раз-таки уж что-что, а фильтр мы настраиваем под каждый дашборд те, которые нам требуются. И здесь у нас есть какие варианты фильтра. Давайте добавим, я тоже покажу, какие есть. Можно вывести просто список. Множественный выбор – это когда мы можем несколько галочек с вами задать, да, то есть в списке мы только одно значение выбираем, во множественном выборе мы выбираем несколько значений. Календарь – ну, это просто формат календаря. Двойной календарь – это когда мы можем задать формат от и до. Ползунок – тоже вам сейчас покажу. Ну, я тут, в принципе, думаю, что вы тоже понимаете, что это где такая плашечка, которую перетягиваешь взад-вперед. Вот. И какое-то поле ввода, где можно начать ввод, да, и система будет выводить подсказку того, что мы ищем. Точно так же мы задаем наименование. Ну, допустим, давайте сделаем двойной календарь какой-нибудь, назовем его. Здесь вот уже тоже хочется отметить, что здесь не надо там писать на латинских буквах, латинскими буквами или еще что-то, да, здесь просто можно так, как нам хотелось бы назвать ровно это… Ой, не то, скопировала. Ровно это поле. Календарь. И он спрашивает, что там должно содержаться-то. Вот. И, соответственно, подсказывает нам, что у нас в формате дата есть и что нам могло бы пригодиться. Ну, и из какой модели. Мы говорим, что нам нужна наша модель RS-Final, да, и у нас там буквально с вами одно поле, которое мы оставили нескрытым, да, это поле дата. Сохраняем. Здесь можно настроить какой-то фильтр по умолчанию, да, соответственно, если там это дата, мы можем это выбрать вот здесь вот из списка, да, что это там за даты периода, за весь, за кроме там такого-то периода, за текущий, следующий месяц, следующий недель. Я не буду зачитывать все, но, в общем, здесь много вариантов таких вот уже подсказок для пользователя самых распространенных. А можно, в конце концов, задать это простым вводом, да, с клавиатуры, допустим. Попробуем сейчас, посмотрим, как это выглядит. Сохранить. Вот, все, наш... Со второй датой я тут где-то промахнулась. Так вот, да. Я, наверное, 31 день вбила, поэтому в июне. Поэтому он сбился немножко. Вот. И, соответственно, тут же видим, что у нас все виджеты наши перестроились. Но мы говорим о том, что у нас часть виджетов должна строиться, должна строиться по одному календарю, другая часть виджетов должна строиться по третьему календарю. А, например, мы с вами построили два виджета с динамикой, да, там вообще календарю хотелось бы, чтобы привязки не было. Мы хотим видеть динамику за какой-то определенный период времени. Соответственно, давайте с вами, наверное, сразу просто перейдем к готовому дашборду. Опять-таки не тратить время, да, я думаю, все там уже немножко утомились. Вот так бы выглядел наш итоговый дашборд. Ну, почему выглядел бы? Мы с вами, в принципе, все это построили, да. Все эти карточки нами были построены. Древовидная карта была. Вот он, наш радар. Вот она, наша симпатичная такая разукрашенная табличка. И наша гистограмма, да, с прибылью и выручкой, которую мы с вами настраивали со скрытой сортировкой и скрытой фильтрацией, да, чтобы у нас выведены были только с 2007 по 2009 год. И посмотрим, да, что у нас вот этот фильтр, допустим, тоже руками вобью, он у нас перестраивает только верхние виджеты. Этот фильтр у нас перестраивает только вот эти два виджета. Вот мы добавили с вами здесь наш ползунок, да, допустим, перетянули, и он нам перестроил только наши динамические виджеты. Как это было произведено? Если уж модель автоматически все у нас связывает, да, что же мы такое сделали, чтобы у нас каждый виджет был связан с отдельным фильтром по-своему? У нас здесь есть кнопка «Настройка связи». И здесь есть полный перечень всех виджетов, с которыми мы работаем, связь между которыми, собственно, и нужно настраивать. Да, здесь оно, конечно, уже настроено, но я вам опять-таки покажу, но я думаю, вы мне и так верите, потому что визуально это похоже на функционал предыдущих наших блоков. Мы простым перетягиванием, хотя я здесь, конечно, сейчас перетяну, и у меня, давайте мы просто удалим, допустим, вот эти вот вещи, я вам продемонстрирую как раз. Простым перетягиванием тянем что и с чем мы будем связывать. Мы хотим связать год с двумя нашими динамическими таблицами. Мы их перетянули. Дальше мы говорим «Добавить», «Добавить связь». Ну, вот у нас связь виджета «Добавить». Мы говорим, что у нас год должен быть связан с динамикой продаж прибыли. И, естественно, здесь тоже обязательно надо задать, по какому полю. Они у нас будут, ну, раз мы по году, да, тут что-то делаем, значит, должны быть связаны по году. Добавили. Все, она появилась у нас здесь в списке и нарисовалась. То же самое, добавляем еще одну связь со второй динамикой. Да, тоже мы свяжем год с динамикой количества и суммы скидок. И точно так же по году. Добавили, связь прорисовалась. Вернемся, еще раз проверим, что у нас связи эти работают. Да, все, ползунок ползает, наши виджеты меняются. Итак, виджет готов. Связи настроены. Там разукрашки все настроены. Что... А, вот, точно, чуть не забыла рассказать про этот функционал. Когда у нас построен виджет, так, 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 так. Вот мы его когда перетягивали, он у нас выглядел вот так. То есть у нас здесь была такая, скажем так, избыточная информация, по какому полю, на каких уровнях построена данная визуализация. Да, в принципе, у нас и из названия видно, что это рентабельность по странам. Поэтому по большому счету это избыточная информация. И мы, как всегда, находим две точечки. Значит, там есть настройки. Зашли в настройки, нашли отображение и убрали. Группы и показатели. Все. Теперь у нас он как бы и побольше, и покрупнее. И так понятно, что здесь. Да, а вдруг, если мы что-то забыли, мы всегда можем нажать «Отобразить скрытые элементы», и они у нас просто вернутся. А потом мы их обратно схлопнем. Вот, про это тоже рассказала. Теперь, собственно, про то, как мы переименовываем, кстати, листик. Переименовываем листик просто тоже, опять-таки, дважды на него кликнули, да. И тут, в принципе, вбиваем наше значение. Вот, с этим тоже каких-то сложностей не возникает. Вот, дальше. Что с этим виджетом можно сделать? Эльдар тоже, кстати, про это говорил уже, да. Им можно поделиться, как мы это делаем. Мы с вами, здесь вот кнопочка такая, стандартный значок «Поделиться». У нас появляется ссылка на наш этот дашборд. Мы его копируем, открываем в соседней кладке, ну, или там передаем нашему коллеге, он открывает его в браузере и видит его вот таким вот образом, да. То есть он максимально, занимает максимальное место на экране, да. Здесь нет никаких лишних плашечек, лишних полей. И он может, собственно, с ним интерактивно взаимодействовать, там проваливаться, может наводить на каждый виджет, да, чтобы развернуть его повнимательнее, рассмотреть. Допустим, кому-то не нравится, что здесь там по возрастанию отражен радар. Опять-таки мы снова видим две точечки. Значит, что-то можем сделать. Зашли в эти две точечки и, допустим, хотим, чтобы это сортировалось не по убыванию было, не по убыванию, а по возрастанию, да. Вот так нам нравится больше, ну, по какой-то причине. Это я, конечно, сочиняю, но этот функционал тоже хотелось озвучить, потому что он тоже может пригодиться где-то при работе с дашбордами. Соответственно, что еще мы можем сделать, находясь уже здесь как пользователем, а не как создатель, условно говоря, не разработчик. Вот, наверное, правильное слово. Мы можем этот наш дашборд экспортировать, да, причем в PDF либо в PNG. Мы можем вернуться в редактирование обратно, да, вот в этот формат работы с дашбордом. Можем просматривать историю выгрузок данного дашборда. Еще мой тоже такой любимый функционал все-таки в текущее время, он часто, мне кажется, пригождается даже. Вот бывает, ты там едешь куда-то в командировку, да, на поезде, и нужно тебе вот посмотреть что-то. А ночь, в Сапсане все рядом спят, и чтобы не светить на весь вагон экраном, мы включаем с вами темную тему. Вот здесь сбоку у нас есть переключатель на темную тему. При этом при всем весь наш дашборд, да, оставляет, ну, как бы сохраняет полностью всю свою функциональность, и, что самое главное, ну, на мой взгляд, не теряет своей красоты. Вот. Даже не знаю, что бы вам еще рассказать. Мне кажется, я все, что хотела, рассказала. Сейчас я передам слово Ильдару. Возможно, он меня в чем-то дополнит, может быть, даже поправит, но, надеюсь, что нет. Вот. И перейдем как раз-таки к блоку вопрос-ответа. Александр, спасибо. На самом деле, отличное представление, на наш взгляд, продукта, учитывая, что там вам довольно мало времени пришлось с ним познакомиться и уже сделать действительно достойное представление. И это подчеркивает тезис, который вы сегодня неоднократно упоминали, о том, что мы делаем ставку на self-service, на минимальный корок входа для пользователя. И мы надеемся, что сегодняшняя демонстрация это подтвердила. Единственное, вот с дашбордом вы так в режиме редактирования не продолжали работать, не перешли в режим просмотра, поделились, да, но можно и вот, да-да-да, это поделились, можно еще без того, чтобы делиться. А, давайте, покажу. Не в режиме редактирования, а просто создан. Вот когда он создан, да, мы просто двойным кликом, простите, что перебили. Да, двойным кликом открываем, можно открыть полностью и работать с ним. При этом сохраняя возможность вот с левой навигации по всем пунктам, если необходимо переходить там виджеты в модели и так далее. Но в остальном, да, полный функционал вы показали, начиная от источника, прошлись, как создавать модели, как настраивать загрузку данных в модели, планировщик загрузки, инкрементальную загрузку, права доступа, сами виджеты. Акцент части виджетов, стоит сказать, что очень легко, о, наверное, это обратили внимание, но я акцентирую, подчеркну это. По сути, у нас просто одним касанием можно открыть любой виджет, меняется тип визуализации, этот вид, он же нет необходимости перестраивать под каждый вид, настраивать по-своему. То есть мы в моменте, нажимая там любую другую кнопку, можем понять, какая визуализация лучше соответствует, демонстрирует наши данные. Это очень удобно, мы считаем, что это очень, опять-таки, снижает время на поиск ответов на гипотезы. Это здорово. Но в остальном все, полностью все показали, дашборды, связи, связи, да, действительно, создаются автоматически, если на одной модели построены. Есть возможность, как вы показали, эти связи дорабатывать, задавать различными способами очень гибко. Вот, но здесь все, наверное, перейдем к блоку вопросов. Спасибо еще раз за, на мой взгляд, отличную демонстрацию функционала. Но если говорить про вопросы, то там 39 вопросов в чате, на 37 ответы уже даны. И вот там буквально по последнему вопросу идет несколько уточнений. Вот я сейчас долистаю до тех, где нет. Так, будет ли конкретный пример, когда функция агрегирования промежуточная основная не совпадает? Тренд совсем для этого принялся? На самом деле, да, когда мы говорим про агрегацию промежуточную основную, чаще это используется, разумеется, в табличном представлении, когда создаются иерархии, создается агрегация на разные уровни иерархии, разумеется, они могут отличаться. Основная агрегация, ее значения промежуточные могут отличаться. В вашем примере, который вы демонстрировали, наверное, этого действительно нет. В табличном, ну тут надо сказать, что у нас на АВДемо, тот, кто оформляет заявку на доступ, там уже есть настроенный пример, кейс по хатхантову аналитика, построенный на открытых данных, и там есть тоже различные представления, есть табличные представления, и там как раз тоже из группировки с ними можно поиграться. Это отвечаю на вопрос, который вот в чате про агрегации задавали. Если к последнему вопросу идти, читаю, динамический фильтр можно создать. Так, есть уже ответ, что пока если нужно создать виджетер с помощью скроли-фильтрации, в календаре можно установить по умолчанию такие операторы, как в этом году, в этом месяце и другие. Ну да, мы закладывали самые часто встречающиеся типы операторов. Добавление опорных линий возможно. Под опорными линиями, я так подразумеваю, идет значение, когда мы говорим о план-факте, чтобы смотреть, перевалило значение или нет. Можно как дополнительное вычисляемое поле его заводить, и он, по сути, будет отображаться. Да, 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 и есть в планах, это дополнительный прям функционал отдельный, не заводить вычисляемым полем, а прям добавлять, как многое, что мы через интерфейс можем добавлять, добавлять прям линии, которые будут в план, соответственно, пересекаем этот план, не пересекаем, ну, какие-то контрольные точки, которые визуально будут показывать. Не услышали ответ на вопрос, как обеспечивается обновление данных в хранилище? Да, смотрите, про обновление данных в хранилище еще раз скажем. Хранилище используется в аналитическом хранилище, это пикхаус. Давайте в модели перейдем, Александр, да, пожалуйста. В моделях, как мы показывали, мы задаем модель, ну, вот здесь накидываем структуру этой модели, и у нас есть кнопка загрузить данные в хранилище. Когда мы нажимаем эту кнопку загрузить данные в хранилище, у нас формируется, по сути, DAC в Airflow, и этот DAC отрабатывает, он формирует необходимые файлы, кладет их, вот можно перейти в этот Airflow, как играл нативный, то есть здесь можно смотреть их состояние в различном представлении. Вот, если есть отличные знания Airflow, можно, соответственно, дальше с ним играться. Вот, как обеспечивается аналитическое хранилище? Ну, отвечая на этот вопрос, Apache Airflow за регистрацию, Apache Spark формирует пакет файлов, которые я показывал на демонстрации, может быть, включу еще раз, он позволяет данные эти положить, забирать, положить. Есть возможность инкрементального обновления, как мы говорили, в инкрементальном обновлении те фрагменты, ну, вот куски, которые есть по каждому из них, можно задавать свои правила, задавать ключи, по которым происходит обновление, правила этих обновлений для того, чтобы каждый раз не тащить всю информацию, а только необходимую, да, которая подозряется изменением. Так, ну, планировщик мы тоже показывали, планировщик, вот, если, да, зайти в настройки, то здесь зайти в настройки, то внизу есть планировщик, можно задавать частоту обновления, там, ну, показывают же, но тем не менее, можно там все дни недели, время, день и вплоть к крон-строку писать, если это там хитро выдуманное какое-то правило будет. Вот, ну, вроде мы про всем текущим вопросом прошлись, старались наши сотрудники еще во время демонстрации активно на вопросы отвечать. Спасибо, порядка сорока вопросов радует, что вопросы есть, они интересные. Да, 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 меня тоже всегда радует активность наших участников, поэтому это говорит о том, что, да, то, что мы здесь делаем, все-таки это важный вопрос, и людям он интересен. Ну, что ж, тогда, наверное, будем закругляться. Спасибо огромное, Эльдар, за поддержку в том числе. Спасибо слушателям за то, что были с нами, за то, что, в принципе, все внимательно слушали, да, параллельно задавали вопросы, интересовались темой. Спасибо, Наталья, что помогала мне сегодня модерировать эту встречу. Спасибо всем. Хорошего дня. Спасибо, Александр. С нашей стороны тоже спасибо за приглашение к возможности показать наш софт, получить по нему оценки. Будем рады вопросам. Разумеется, коллеги из BI Consulting на все вопросы ответят. Информацию по сайту тоже выкладывали про наш комьюнити, телеграм-канал, где мы тоже с удовольствием на возникающие вопросы, ответы предоставим. Всем спасибо, Александр, спасибо вам отдельное большое. Спасибо всем. Хорошего дня. Всего доброго.